Здравствуйте! В эфире программа IT News и в ближайшие 10 минут я, Зарина Беремкул, расскажу вам о новостях IT-индустрии и социальных сетей. Смотрите выпуски. В Европе начали вживлять под кожу электронные чипы. Microsoft выпустила для iOS фоторедактор со стикерами. Компания Epicenter из Тайкгольма предложила своим сотрудникам вживить специальные чипы, позволяющие открывать двери, пользоваться принтером и расплачиваться за обеды. Об этом сообщает издание The Next Web. Гендиректор компании Патрик Местертон считает такие импланты удобными, поскольку они позволяют сотрудникам не носить с собой электронные пропуска, кредитные карточки и прочее. Чип размещают между большим и указательным пальцами. По добровольной низосеве он уже вживлен 150 сотрудникам предприятия. Немецкие разработчики представили новый умный голосовой помощник Крис. Деньги на выпуск новинки на данный момент собираются на краудфандинговой площадке Kickstarter. Особенность девайса в простоте настроек. Достаточно прикрепить его к лобовому стеклу и связать со смартфоном через Bluetooth. Управлять помощником можно жестами или голосом. Крис умеет прокладывать оптимальные маршруты, принимать и отвечать на сообщения в мессенджерах и включать любимые подборки из Spotify. В будущем авторы планируют выпустить приложения для iOS и Android для тех, кому нравится больше управления с мобильного. Стоит такой помощник 179 евро. Ожидается, что релиз новинки состоится в декабре 2017 года. В швейцарских клиниках начали пользоваться почтовыми дронами для доставки крови на анализы, а также транспортировки остальных медицинских грузов, сообщает издание The Verge. Пока дроны используются в рамках пилотного проекта. С середины марта они совершили 70 пробных полетов. Случаи, если тестирования будут признаны успешными, в полную силу сервис по доставке биологических образцов беспилотниками заработают в следующем 2018 году. Между тем, почта Швейцарии запустила в тестовый период доставку легких грузов малыми беспилотными летательными аппаратами еще в 2015 году. Дрон может перевозить груз весом до 1 килограмма и пока преодолевает дистанцию только в 20 километров. Однако с течением времени ее увеличат до 36 километров. На случай чрезвычайного происшествия дроны оборудованы парашютом. Сервис GIFI представил GIFI SES – новое приложение, предназначенное для записи и конвертации видео в GIF-изображения с субтитрами. Воспользоваться новинкой смогут владельцы iOS-устройств. В приложении доступны различные фильтры. Чтобы выбрать подходящий, нужно провести пальцем вверх или вниз. Пользователи также смогут менять размер и стиль текста, перемещать его и редактировать. Полученным GIF-изображением можно будет поделиться в социальных сетях. Приложение уже доступно для скачивания в App Store. В течение следующих трех недель около ста жителей Лондона смогут принять участие в испытании прототипа беспилотного автобуса в Гринвичи. Жители сами смогут оценить удобство и безопасность такого способа передвижения. Новый беспилотный автобус будет передвигаться со скорости до 16 км в час под управлением компьютера. Также во время тестирования в кабине будет находиться специалист, который в случае чего сможет взять управление на себя. Маршрут автобуса будет пролегать по двухмильной дороге вдоль Темзы, которую также используют пешеходы и велосипедисты. Безопасность передвижения этого автобуса будет обеспечивать пять камер и три лазера, которые позволяют ему видеть на 100 метров вперед. Автобус запрограммирован на остановку в случае, если что-то появится на его пути, а также имеется функция экстренной остановки. Прототип этого средства передвижения был разработан британской компанией Оксботика, основанной специалистами из Оксфордского университета. При удачном стечении обстоятельств новинку могут начать использовать на постоянной основе уже в 2019 году. По словам представителей компании, на участие в испытаниях подали заявку более 5000 людей. Рукопашная битва гигантских пилотируемых роботов, принадлежащих американской и японской компаниям, состоится в августе 2017 года. Об этом сообщили создатели американской боевой машины MK3, опубликовав соответствующий ролик на своем YouTube-канале. Видеоизобретатели из США, основатели компании Megabots Inc. демонстрируют возможности своего робота. Разработанный ими механизм способен поднимать груз весом в слегковой автомобиль. Он также будет снабжен роторной пилой и лезвием. Вся конструкция разместится на гусеничном шассе. Его противником окажется японский Куратас, разработка Суидабаши Heavy Industry. Microsoft выпустила приложение для устройств под управлением iOS Sprinkle, с помощью которого можно редактировать фотографии. Сервис использует технологии машинного обучения для подбора стикеров и подписей, пишет портал TechCrunch. Sprinkles направлен на подростковую аудиторию, поскольку позволяет добавлять на снимки стикеры, эмоции и подписи. Вместе с этим сервис использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Они позволяют распознавать лица, чтобы подобрать стикеры и выбрать подходящую область для их наложения, а также определять возраст и эмоции людей по фото и искать двойников среди знаменитостей. Также система способна автоматически подбирать подписи и стикеры в соответствии с местом и временем, когда был сделан снимок, а также другими деталями фотографии. Пользователь может изменить шрифт, цвет подписи и другие параметры. Полученный результат пользователь может сохранить на устройство или поделиться им через Facebook, Twitter, e-mail и другие социальные платформы. Компания Xiaomi представила детский смарт-термометр размером не больше пуговицы. Устройство достигает лишь 17 мм в диаметре. Что касается технических характеристик, прибор защищен от воздействия влаги и воды, а датчик сделан из специальной нержавеющей стали, не вызывающей аллергии. Умный термометр работает в пределах от 32 градусов Цельсия до 42. Погрешность незначительная – 1,1 градуса Цельсия. Все измерения с прибора поступают на смартфон по Bluetooth в специальное приложение, что ведет учет всех показателей. Это позволяет отслеживать температуру больного в течение дня. Причем прибор незамедлительно сообщает, есть ли температура критическая. Пока Xiaomi не торопится выводить продукт на рынок. Для начала компания организовала на краудфандиковой платформе сбор средств на выпуск, чтобы изучить спрос потребителей. Стоимость смарт-термометра в Китае составит около 14 долларов. YouTube запустил сервис трансляций эфиров и телевизионных каналов. Сейчас новый инструмент доступен для граждан пяти американских городов – Филадельфии, Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Стоимость месячной подписки на YouTube TV составляет 35 долларов. В компании утверждают, что это вдвое дешевле обычной абонентской платы за подключение к кабельному телевидению. От подписки на сервис можно отказаться в любой момент. Все подписчики получают телеприставку Google Chromecast. С ее помощью доступ к телеканалам можно получать на стационарных телевизорах. Также жители Америки смогут смотреть YouTube TV через веб-интерфейс и особые приложения, предназначенные для устройств на iOS и Android. Кроме просмотра канала, в клиент сервиса получит возможность сохранить приглянувшийся ему контент. В завершении выпуска рубрика «Видеонедели». В этом ролике показан социальный эксперимент, участие в котором приняли дети. По правилам эксперимента малышам предлагается выбор – потратить доллар на покупку мороженого или помочь бездомному. Смотрим, что из этого вышло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И на этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе новинок IT-технологий и благосферы с программой IT-ньюз. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...